Я Астахов Дмитрий Михайлович, являюсь уроженцем города Кемерово, Кемеровской области. Проживаю по адресу проспект Шахтеров 97-118. Дата рождения 30.09.74. На данный момент прохожу службу в специальном отряде быстрого реагирования Управления Росгвардии по Кемеровской области в должности старшего оперуполномоченного по ОВД в звании подполковника. В 2022 году, в январе месяце, начались совместные учения вооруженных сил России и вооруженных сил Республики Беларусь. Со стороны России в учениях принимало участие большое количество региональных подразделений росгвардейских, в том числе и чеченские подразделения Росгвардии, а также со стороны Республики Беларусь, это подразделения ОМОН и СОБР, Алмаз. Всего в общее его количество примерно предполагается около 2-2,5 тысяч сотрудников Росгвардии. Чеченские подразделения, которые стояли возле нас, возглавляли, по моим данным, Магомед Тушаев и Хусейн Меджоев. Учения начались с того, что все наши подразделения были собраны в городе Смоленск, откуда мы отправились в населенный пункт Малая Гребля, Гомельской области Республики Беларусь, где разбили лагерь. Перед вылетом из Смоленска у всех сотрудников изъяли мобильные телефоны и удостоверения. Легенду учения нам никто не доводил, но их целью было боевое слаживание всех подразделений Росгвардии. 24 февраля утром на общем построении наш командир полковник Лыгий Константин Анатольевич довел нам задачу, что мы будем оказывать помощь вооруженным силам Российской Федерации в захвате территории Украины и обеспечении контроля над ней, подавление возможного сопротивления граждан Украины. Ближе к ночи мы прибыли на рубеж, уже захваченный вооруженными силами Российской Федерации ЧАЭС. После этого нам поставили задачу выдвигаться в направлении на Киев с целью захвата. И во время движения нашей колонны мы попали под обстрел, где я получил ранение и попал в плен. На основании вышеизложенного хочу от себя лично сказать, попросить прощения, во-первых, у граждан Украины, за то, что мы вероломно вступили на территорию вашего государства. Причина была такая, что мы до конца не понимали, куда мы едем, потому что наше руководство не до конца доводило нам информацию, поэтому нам пришлось быть в неведении практически до самого конца. Также хочу обратиться к солдатам и сотрудникам армии Российской Федерации и также подразделениям Росгвардии с тем, чтобы сложили оружие и прекратили планомерное уничтожение мирного населения, а также военнослужащих Украины, нашего, по сути, братского государства. И избежали участи, избежали гибели или тяжелого ранения на данной территории, чтобы не страдали ваши семьи дома, ни дети, ни жены, ни отцы с матерями вас не встречали в цинковых гробах. Субтитры создавал DimaTorzok